Главной задачей гражданской обороны является защита населения от воздействия ядерного, химического и бактериологического оружия. Знание возможных последствий применения оружия массового поражения позволит правильно организовать мероприятия по защите населения и объектах народного хозяйства. Ядерное оружие наиболее мощное средство массового поражения. Но и от него имеются надежные способы защиты. Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение местности. Ударная волна самый мощный поражающий фактор ядерного взрыва. Она представляет собой область сильно сжатого воздуха, движущуюся со сверхзвуковой скоростью во все стороны центра взрыва. Ее первичное поражающее воздействие обусловлено высоким давлением и большим скоростным напором, а вторичное разлетающимися обломками зданий и сооружений. Действие ударной волны на земную и водную поверхности приводит к образованию сейсмов взрывных волн, которые также обладают большой разрушительной силой. Лесные массивы, овраги и заглубленные сооружения значительно ослабляют воздействие ударной волны. На склонах обращенных к месту взрыва избыточное давление увеличивается, а на противоположных снижается. Наиболее надежной защитой людей являются убежища. В момент ядерного взрыва возникает световое излучение, которое распространяясь почти мгновенно, вызывает ожоги, ослепления и пожары. Любое укрытие, дающее тень, защищает от интенсивного светового излучения. Поток гамма-лучей и нейтронов из зоны ядерного взрыва представляет собой проникающую радиацию. Ее поражающее действие состоит в ионизации молекул клеток живых организмов, в результате чего возникает лучевая болезнь. Человека от проникающей радиации защищают подвалы, убежище, метрополитен и другие сооружения. Облако ядерного взрыва содержит радиоактивные вещества, которые, выпадая на поверхность земли или воды, заражают местность. Эту территорию условно делят на зоны опасного, сильного и умеренного заражения. На внешних границах этих зон уровни радиации через час после ядерного взрыва составляют соответственно 240, 80 и 8 рентген в час. Радиоактивные вещества вызывают поражение людей как при внешнем облучении, так и при попадании внутрь организма. Поэтому на зараженной местности необходимы индивидуальные средства защиты. Различные укрытия и сооружения ослабляют действия радиоактивных веществ. Каменный одноэтажный дом в 10 раз, подвалы и погреба в 200-300 раз, щель с грунтовым покрытием в 1000 раз. Подземные выработки при их герметизации защищают полностью, все так же, как и убежище. Очаг ядерного поражения — это территория, подбегшаяся непосредственно воздействию ядерного взрыва, который условно делят на четыре зоны. В зоне полных разрушений полностью разрушаются здания и сооружения, образуются сплошные завалы. В убежищах людям может потребоваться медицинская помощь. В зоне сильных разрушений каменные здания подвергаются сильным разрушениям, а деревянные — полным. Образуются завалы, возникают пожары. В убежищах только часть людей может получить поражение. Зона средних разрушений характеризуется частичными разрушениями зданий и сплошными пожарами. Большинство убежищ и укрытий сохраняется. Людям вне укрытий потребуется медицинская помощь. В зоне слабых разрушений объекты промышленности, энергетики и жилые дома получают незначительные разрушения, возникают отдельные пожары. Размеры очага ядерного поражения и его отдельных зон зависят от вида и мощности ядерного взрыва. Несмотря на сильные разрушения зданий и сооружений, убежища на большей площади очага сохраняются. Они являются надежной защитой человеков. Отравляющие вещества армии империалистических государств по действию на организм человека делятся на следующие основные группы. Нервно-паралитические, зарин, заман, вигазы, кожно-нарывные, иприт, люизит, общие давитые, синильная кислота, хлорциан, удушающие, фазген. Эти отравляющие вещества наиболее токсичны, не имеют ни цвета, ни запаха. Они могут проникать в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки глаз, органы пищеварения, воздействуя главным образом на центральную нервную систему. Даже самые незначительные концентрации их вызывают поражение организма. Первый признак поражения — сужение зрачков, приводящие к временной потере зрения. При тяжелом поражении появляются резкая одышка и судороги. Нервно-паралитические отравляющие вещества имеют противоядие. Своевременное введение его сохраняет жизнь. При попадании иприта на кожу на пораженных местах после скрытого периода появляются покраснения, затем пузыри и долго не заживающие язвы. Порой иприта поражают также дыхательные пути. Вдыхание воздуха с концентрацией синильной кислоты один миллиграмм на литр приводит к моментальному поражению. Противоядиями являются амилнитрит или пропилнитрит. Эти отравляющие вещества действуют через органы дыхания, поражая легкие. Территория, подвергшаяся воздействию отравляющих веществ, называется очагом химического заражения. веществ и территорию их распространения. Эскадрилья средних бомбардировщиков, применяя химическое оружие, может поразить территорию около 40 квадратных километров. В очаге химического заражения необходимо определить тип отравляющего вещества, его концентрацию, границы заражения. Для этой цели используются все средства разведки. Берутся пробы грунта, воды, фуража. Границы очага химического заражения отмечаются специальными знаками ограждения. Выставляются посты охраны общественного порядка. На объекте, оказавшемся в очаге заражения, после тщательного обследования химическая обстановка уточняется. выставляются знаки ограждения, на которых указываются тип отравляющих веществ и время. Важной задачей является своевременное выявление пораженных и оказание им помощи. Формирование ведут спасательные работы на всех участках. Для обеззараживания объекта проводят дагазацию оборудования, зданий и территории. население при необходимости эвакуируется из очага химического заражения. Своевременное выполнение мероприятий противохимической защиты может полностью исключить поражение отравляющими веществами. В условиях современной войны может появиться реальная опасность применения противникам бактериологического оружия. Его основу составляют возбудители инфекционных заболеваний. К особо опасным инфекциям относятся чума, сибирская язва, холера. В качестве поражающих агентов могут быть использованы бактерии, вирусы, грибки, а также зараженные ими насекомые, клещи и грызуны. Территория, на которой возникли и распространились инфекционные заболевания называется очагом бактериального заражения. Для ликвидации очага необходимо выявить вид патогенных микробов и токсинов. Берутся пробы воды, собираются переносчики инфекции. Определив вид возбудителя, уточняют конкретные меры борьбы и профилактики. С целью изоляции очага и ликвидации в нем заболеваний в населенных пунктах вводится ограничительный режим карантин. Прекращается работа культурно-массовых учреждений, строго регламентируется въезд и выезд. Формирование проводят поквартирные обходы. Обнаружив больного, его изолируют. Членам семьи выдают средства экстренной пропилактики и защиты. больного госпитализируют. После этого проводится дезинфекция. члены семьи, бывшие в контакте с больным, изолируются. За ними устанавливается постоянное медицинское наблюдение. На объекте, оказавшемся в очаге заражения, санитарные посты строго следят за соблюдением установленного режима, проводят термометрию рабочих с целью своевременного выявления больных, раздают средства экстренной пропилактики. Заболевших направляют в изоляторы. по окончании работ в очаге личный состав формирований проводят тщательную санитарную обработку возможного распространения инфекции. Слаженная работа всех служб гражданской обороны будет способствовать быстрейшей ликвидации очага бактериального заражения. Умелого и своевременного проведения спасательных работ в сложных условиях нападения противника необходимо повседневное совершенствование знаний и навыков по защите от массового поражения. ликвидации